владимир запутался во всех концепциях выход ретрит я не понимаю каких концепциях ты запутался в чем проблема нет никаких концепций это же все иллюзорное состояние твоего думания наука были что-то у них потай не понимаю ну запутался чё ну отмени их просто канцл все нет концепции скажи нет концепции все нет их сотри их как просто вот представь все же фантазии делается закрой глаза и представь что ты стираешь концепции все все нет концепции обнулись такую игру можешь сыграть скажи нет концепциям так ну по любому какая-то концепция возникнет это это вещи которые мы не вещи это матрица она все равно возникнет так или иначе хочешь ты этого или нет чего вопросов нет больше есть страх остаться в состоянии иллюзии эго это пройдет нет они нет того чего чего должно пройти страх это это просто слово описание нет никакого страха ничего не пройдет проходить нечему и никого не у кого и негде ты просто вот в такой вот просто думаешь эту мысль за страх какой-то чё-то пройдет ты не пройдет не ничего с этим не сделаешь все счет хочешь от чего избавиться она не пройдет никуда не денется ничего с этим не сделаешь и все и свобода казалось ничего с этим делать не надо ждать не надо чтобы прошло хотите этого и бояться больше не не будет сил так и изживают страхи просто принимаешь то что это не закончится ничего с этим не сделаешь ничего в один страх запьешь таблетками другой возьмут еще хлеще страх найдет к тебе дорогу всегда и и будет всегда стучаться своим кованым сапогом в твой мозг в твою голову до тех пор пока ты его не примешь пока не скажешь ему да он будет тебя мучить издеваться над тобой насиловать тебя будет твой страх до тех пор пока ты не отдашься ему будешь сопротивляться бояться а он еще от этого будет только распыляться могут ли страшные демоны пасе подселяться могут могут они реально существуют со страшными рылами из ты имеешь ввиду что я про демонов рассказывал это метафора твой демон он внутри тебя сидит и создает запросы на происходящее событие ну как бы в реальности он создает эту реальность события которые вызывают в тебе недовольство вот демон недовольство он внутри тебя сидит и создает объекты которые это недовольство как будто бы у тебя в тебе вызывают что чувствуешь когда умирает эго эго же получается также иллюзии ума смотрите когда я говорю что все иллюзии и у вас возникает еще какой-то вопрос ловите себя на этом вот зачем спрашивать если вы все иллюзии вы будете о тогда подождите тогда эго это тоже иллюзия и круто иллюзия а тогда подождите а я и все и так можно до бесконечности ловите себя на этой глупости вам же сказали всю иллюзию и и вы такие а тогда ну все иллюзия все и эго и все что хотите все а тогда что не иллюзия вот ловите себя на том что это но бессмысленный вопрос если у вас все иллюзия зачем спрашивать а тогда что не иллюзия сказали же все иллюзия и смотрите как ум вас крутит как он не дает вам принять это и начинает перебирать еще вы-то ловите себя вот это есть практика захотели хрень спросить но сами увидите что эта хрень тогда эго получают что для ничего же не получается ты же иллюзия что она может получиться если иллюзия что чувствуешь когда умирает и иллюзорное ощущение все это игра смерть и личность из то есть чего состоит личность все набор иллюзий я и процесс растождествления с личностью он тоже находится вот в этом иллюзорном процессоре нет его нет это мираж дядя вы бывает ли у вас ли у вас проваливание в состоянии нирваны когда осознаешься формирует ум за которым ты в свою очередь но нет у меня такого не бывает и не знаю это прям очень очень это очень это крутым надо быть очень крутым состояние нирваны что провалится она ничего не бывает все что бывает это тебе кажется это сон это часть сюжета твоего сна нирвана что-то ты там осознаешь это все вот лабиринты ума ты по ним бродишь и вот всякие там к тебе приходят фразы название определением наблюдать то что там что-то наблюдаешь этого всего нет как я чего оттолкнуться чтобы выпрыгнуть из этого сна понять что тот кто вот это хочет должен заткнуться тот кто что-то хочет должен заткнуться закончилось и когда он заткнется в вопроса больше не будет вопрос будет закрыт тот кто хочет чего-то знать должен завалить ебало по-нашему по-качковский по качковский металлист вообще завалили балла это саша ну по по метальному до завалю и было слава 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 терту привалил так как я чего оттолкнуться чтобы выпрыгнуть из этого сна куда выпрыгнуть бишь говорят все есть сон куда ты хочешь выпрыгнуть из сна всю иллюзию просыпание твои засыпание самсон реальное это тоже все есть часть сна это участие этой игры куда ты и зачем ты хочешь туда выпрыгнуть у ты ловите себя на этом это из этого выпрыгнуть куда выпрыгнуть чтобы что возглавить какое-то все эти ум он пока он не контролируем вами волну вами не управляем вы все время хотите быть каким-то главарем какой-то хуйни выпрыгнуть куда-то что-то где-то что-то это как мародеры да полетели магазин грабить и вы такие что-то ухватить схватить надо чего-то услышали что-то про просто как как а как не проснуться как как выпрыгнуть из этого сна куда-то бежать и кричать прям бежим чего куда типа там круче уже спим она проснуться в этом то есть суть просыпания но он как бы это условно это метафора проснуться просто осознаться все что вот является просветлением пробуждением и тоже той же самой смертью вашей личности это есть осознанность начинаете осознавать и видите что вас нет что вы это просто мысль что вы вот этот суповой набор или детали робота которые вот все что у вас есть это вот страх все что вот жизнь в жизни происходит и это идет бегство от страха так выбор выглядит фундаментальная мысль фундаментальная вибрация ничего в этом плохого нет я же не говорю вас не обвиняю слышишь вы страх ваш страх вы боитесь типа вас обвиняет кто-то нет вы хотите или не хотите волей-неволей будете создавать эту реальность такой чтобы она вас радовала и вы уже в этом находитесь в этом состоянии вот в реализации своей радости просто из-за вот этой жадности за это вот этого мародерского чувства неконтролируемого из-за того что вы еще не капитан своего корабля просто мародер на этом корабле вы бегаете и пытаетесь его ограбить а с награбленным бежать некуда то что вы на корабле вам только в море прыгнуть с этим и утонуть грабить вы сами себя и грабить вам нужно лишь научиться управлять собой не надо ничего никакого возглавлять никакие идеи мыслей не надо никуда просыпаться не надо не ничего улучшать в она улучшается все само для вас вы уже находитесь в этом состоянии просто вам нужно осознать этот момент осознать увидеть что все о чем вы мечтаете или мечтали она всегда осуществляется это всегда всегда происходит запрос в ваш ум который как джин исполняет все ваши желания не сразу постепенно но исполняет и все ваши мечты которые в однажды помечтали о чем-то и забыли об этом уже сменив пересев на другую лошадку мечты а то лошадка пробок добегает до финиша и приносит вам то чем вы мечтали тогда это неплохо все ваши мечты особенно детские они прекрасные они чудесные скорее всего эти мечты ваши детские сейчас осуществились вы мечтали о мультиках пожалуйста куску угодно мультиков мечтали сладкого сладкого конфердите берите сколько хотите магазинах полно вы можете купить за просто подавиться тортами вкусняшками всякими что еще хотите секса девочек все пожалуйста берите делай сайты знакомств бары специальные есть просто можно написать любой девушки познакомиться с любой но не так там понять какой вы хотите ведь не то что вы хотите является подлинным вашим желанием чего вы хотите хотите секса это не обязательно будет секс тот который вы хотите стоит которую вы хотите как не обязательно секс будет таким как вы хотите вот с той которую хотите тоже еще не не взрослые даю не умеете доверяться людям находитесь в своих фантазиях своих идеях в своих представлениях которые всегда в жизнь эта реальность будет разрушать до тех пор пока вы это не осознаете что вы находитесь вот в своих иллюзиях другом находиться больше не в чем иллюзия иллюзии иллюзия реальности иллюзия правды иллюзия неправда и так далее все иллюзия это такая игра она все из картона как вот игра дак из картона сделана и вы там ходите ловушка выход он же все искусственно все и настоящие ловушки нет и выхода нет но вы тем не менее двигаетесь там как-то взаимодействуетесь с этими правилами также здесь реальность и правила они состоят из маркеров это иллюзорные маркеры которые вам предлагается играть который вы не измените никак они будут сами меняться будут потому что вы тоже часть этого этой этой игры вы тоже персонаж игрок фишка у которого есть опция ощущение того что вы делаете все сами или так скажем вы можете всегда когда у вас возникает какая-то проблема вспомнить что этого не существует этой иллюзии ровно как и наоборот она это состояние одновременно и она есть и нет одновременно то есть весь этот мир существует и нет одновременно и понимание это и пометование об этом избавит вас от кучи всяких проблем потому что нет необходимости что-то преодолевать и мучиться и страдать лишь потому что все иллюзии и есть повод радоваться веселиться лишь потому что он это все реально и не лишь потом прежде всего что да нельзя расстраиваться потому что все иллюзия не можно радоваться потому что все реально это одновременно все себя говорю что все иллюзия то мы живем в двойственном мире в дуальном то здесь все двойственно здесь нет нет ни двойственности потому что не двое туда есть если есть иллюзия значит есть и реальность и это все иллюзия также как есть двойственность есть не двойственность но не двойственность это тоже часть двойственности потому что если есть не двойственность значит есть двойственность не двойственность не может быть без двойственности а 2 это не может быть без 2 и ты вы можете стремиться к нирване стремиться к недвойственности, но помнить, что это иллюзия. Недвойственность – это иллюзия. Точно так же, как и двойственность. Это все вот оно... Это все одно и то же. Все одно и то же. И оно реально. Вы один, кроме вас, никого нет. И в то же время сколько хотите людей, столько и будет. Пока нахотели вот на 8 миллиардов. Ну, это как бы в... умозрительно. В действительности людей ровно столько, сколько вы наблюдаете. И ваш мозг, как... как этот... процессор компьютера, он прогружает каждый раз, когда проявляется запрос на те или иные картинки. Он создает реальность по запросу. И все, что с вами происходит в этой жизни – это ответ на ваш запрос. Плохие люди, мерзкие ситуации, отвратительные всякие сволочи, сволочи, предатели, подлецы, хитрецы, лгуны, воры, бандиты, убийцы. И наоборот. Это все ваш запрос. Если вы... Вы говорите все имя, что это? Что значит отражение? Вот все люди отражают вас. Или там вот этот человек... Как он меня отражает? Вот он подлец. У тебя же есть представление о том, что такое подлец? Есть к нему отношение к подлецу, негативное. И вот это негативное отношение к подлецу и обслуживается тем, что возникает подлец. Ты наблюдаешь то, что является запросом внутренним, твоим убеждением. Я знаю, что такое подлец, и у меня есть к нему отношение. Вот подлец возникает. То есть он обслуживает твою идею. Ты как проектор, как кинокамера, которая снимает фильм, исходя из тех настроек, которые мыслями находятся внутри твоего проекта. Вот ты этот фильм снимаешь. Все снимается по твоему запросу. Твои негативные отношения, состояния – это то, из чего сложился твой проектор. Твоя нелюбовь к войне, презрение к жестокости, к садизму, ко всяким… к лжи, к несправедливости. Это все твой запрос. Это вот ты, как сценарист, взял из этих вещей и создал сценарий своей жизни. Можно ли это убрать? Я не знаю. Вряд ли. Пока оно не отыграется, пока эта игра не пройдет. Все уже, он запущен. Ты можешь добавить, развить этот сценарий, но порвать его не можешь, уничтожить. Если в твоей голове существует сценарий вот этой жизни, которую ты наблюдаешь, она так и будет продолжаться, пока не закончится то, что является твоим внутренним запросом, то, что является твоим вот этим духовным скриптом. а может и закончится. Хер его знает, насколько там ты отвел этому сюжету, этой жизни. Просто представь, какие есть причины или что может послужить тому, чтобы вот сейчас вот это все, вот это негативное в жизни, неумение людей и государств договариваться между собой, понимать друг друга, понимать причины, по которым они поступают, так или иначе. Защита территорий, страх перед внедрением, какой-то интервенцией, еще чем-то, желание отобрать что-то, желание навязать какую-то идею, концепцию. От чего это идет? Это вот от этого. И просто смотри, это может каким-то образом, какие могут быть причины, чтобы это все закончилось? Ну, это я об этом говорил в самом начале. Взросление. Перестать быть детьми, перестать бояться. Уметь доверять. Расслабить, отпустить внутри себя. Проявить доверие. Доверие к тем, кто, может быть, тебе еще не доверяет и боится тебя. Кто это ребенок? Кто кидает в тебя камни, палки, бьет тебя. А ты ему. Ты взрослый человек. Ну, тебя не беспокоит его вот это вот поведение. И он берет с тебя пример. Ого, страшно, да? Своим примером вдруг создать эту реальность. А она так и создается. А вдруг не так будет. Вот. Позиция ребенка. Бояться, экспериментировать. Вы должны быть богом, то есть экспериментатором, ученым, исследователем своих возможностей, своего инструментария, создающего эту жизнь. Так везде. В воспитании детей. Как дети осваивают, становятся кем-то? Они берут пример. Они кого-то копируют. Вот вам и принцип зеркальности. Я сегодня наблюдал за ребенком, который, которого одевала мама в спортзале. Нет, нет, дай! Нет, не дай! Не дай! Не дай! Не дай! Не дай! Не дай! Вот где он это взял? Я вот думаю, блин, неужели вот мои дети будут так же? Он вспомнил. Да, они так же делают. Он с них берет пример. Это они так общаются. Вот с такими претензиями, с наездами, как дети себя ведут. То есть дети учатся еще не повзрослевших своих родителей. Они берут пример от непровзрослевших своих родителей. Спрашивайте, с чего начать? Вот с этого начать. Начните с того, чтобы стать примером для окружающего вас мира. Станьте примером для того, что вы хотите, чтобы вас радовало в этой жизни. Какой вы хотите, чтобы была ваша жизнь? Станьте ей. Станьте таким. Станьте такой матрицей. Будьте этой матрицей. Вы матрица. От вас все это транслируется и создается. Станьте таким, чтобы мир отразил вас, взял с вас пример. Пока он отражает ваши претензии. Обслуживает их. Озвучивает. Ну, обслуживает, да? Материализует, моделирует. Моделирует объекты, на которые проецируются ваши претензии. Так работает эта реальность. Она считывает все ваши запросы, все ваши детские вот эти вот состояния. Поэтому подумайте, как изменить этот мир? Как изменить этот скрипт, этот сценарий? Как? Посмотрите. Есть ли какие-то причины тому, что это вдруг возьмет и изменится в очень короткий срок? Как? Как вдруг вы можете повзрослеть? Оно так и произойдет. Все от вас. Вот от тебя. Вот ты меня слушаешь. Вот от тебя это происходит. Начни уважать эту реальность. Уважать объекты внутри этой реальности. Уважать свой дом, свое место. где ты ешь, где ты спишь. Людей, которые рядом с тобой. И мир начнет уважать, слышать, понимать тебя. Только так. У меня была Юлька, но я пошел дальше в жесть просто потому, что я такой и был. Правильно? Это все из-за... Это бан. А где черный список? Тихо. Тихо. Тихо.